В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий на территории Славянского района сотрудники роты ДПС и ГИБДД с начала нового года проводят мероприятия по массовой проверке водителей на признаки алкогольного опьянения. В одном из таких рейдов побывала и наша съемочная группа. С подробностями наши корреспонденты. Управление автомобилем водителями в нетрезвом виде – правонарушение, которое угрожает безопасному дорожному движению. Своевременное выявление таких нарушений – одна из важнейших задач дорожно-патрульной службы. На территории Славянского района проводятся мероприятия по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Данные мероприятия будут проводиться регулярно силами сотрудников госавтоинспекции и сотрудников роты ДПС города Славянска-на-Кубани. В ходе рейдовых мероприятий было выявлено два водителя, управляющих транспортным средством в алкогольном опьянении. От медицинского обследования нарушители отказались. Всего составлено 55 административных протоколов. Профилактические мероприятия по выявлению нетрезвых автомобилистов на территории Славянского района будут проводиться на протяжении всего года. То, что пьяный за рулём преступник, знают все. Однако, несмотря на все предупреждения и наказания, некоторые водители всё-таки позволяют себе сеть за руль автомобиля, употребив спиртные напитки. Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий, совершённых пьяными водителями, как правило, значительно выше. Здесь в полтора раза чаще фиксируется смерть и тяжкие увечья у пострадавших. Чтобы избежать несчастных случаев на дороге, не садитесь за руль в нетрезвом состоянии. Тем более, что генпрокуратура предлагает увеличить срок лишения водительских прав в России до 20 лет за пьяный ДТП со смертельным исходом. Помните о том, что ваша безответственность может стоить кому-то здоровья или даже жизни. Надежда Неткачева, Игорь Ванчуков, программа «События».